Здравствуйте! Очередной раз я взял эти наушники на рынке на Санкт-Петербурге. Да, их спокойно можно купить. И вам скажут, что это лучшая копия, самая лучшая копия. Да, действительно, это лучшая копия. Это самая дорогая из всех. Это с шумодавом, с шумоподавлением, с прозрачностью, со всеми делами все работает. Но какой прок от всей этой лучшести, я их уже вскрыл, послушал. У меня есть что сказать. Какой вот прок, если они практически не звучат? Какой смысл в тех функциях, которые они имеют, шумодавление, прозрачность, если в них совершенно невозможно слушать музыку? Но я сейчас хочу оговориться. Это касается только моего личного восприятия. И все это сказанное, это мое личное мнение. Ладно, давайте посмотрим, как выглядит эта подделка, что на ней наклеено, какие бумажки на ней есть. Я постараюсь максимально подробно и близко это показать в высоком качестве. Вот эта вот тоже пленка не должна быть. Хлястик был, здесь хлястик такой приклеивается. То есть, он как выглядит, как оригинал. Но на самом деле, он просто приклеился, и у меня куда-то потерялся. Вообще, эти наушники лежат. Я их пробовал слушать еще раз. Но нет, это не лучшая копия. Она по звуку, это все-таки какая-то худшая создание. Но это на мой взгляд. Да, кстати, внутри вон какая-то штука там еще пропечатанная есть. Дальше идут бумажки, как говорят, педали. Может быть, они похожи на оригинал. Может быть, нет. К сожалению, мне не сравнить. Однажды мне давали AirPods. Я их послушал. Ну да, неплохо. И все равно хожу вот с этими. Но это отдельная тема разговора. К ним сейчас мы перейдем. Корыто толстая, толстая, картонная. Да, может быть, оно похоже. Кто-то в этом, об этом пишет в описаниях. На Авито там, где-то там еще, на Юле, на Мешке. Не знаю, где их продают. Что вот отличается тем, что вот это вот корыто, оно такое вот максимально похожее на оригинал. Ладно. Допустим. Допустим. Кабель. Кабель USB-C Lightning. Хорошо. Вскрывать я его даже не буду. Потому что они тоже на Авито отправятся. Потому что, ну, как вот слушать. Амбушюры. Их стоит показать, потому что они как оригинальные. Да, у них вот здесь вот такой вот пластик. То есть, вот эта вот штука пластиковая. Это можно сломать вот так. Если надавить, этот пластик сломается, и будет трещина. И вот амбушюрка вот так вот выглядит. Так, 4 штучки у нас. Да, вот так. Что еще есть внутри? Все, внутри больше ничего нет. Вот это вот, если только корыто достать, посмотреть, показать. Оно выглядит вот так. Да, все остальное это вот такой вот труд китайцев, которые решили вот сюда вот, ну, может быть, так и надо. Здесь же они напечатали нам следующую информацию. Ну, как будто бы очень похоже на оригинал. Сами наушники. Ну, да, вот вроде бы как тоже максимально похоже. Здесь они имеют вот вид надпись вот такую. Кстати говоря, крышка. Крышка по люфту. Я сравнивал с AirPods'ами с оригинальными. Здесь люфт реально меньше. Прямо его, реально меньше. Но мы видим вот эту вот щель. Ну, как вот так вот? Должна быть такая? Вот я думаю, что нет в оригинале. Ну, все это достаточно так хорошо сложено. То есть, вот оно практически оригинал. Диодик загорается зеленым. Наверное, надо мне свет немножко сделать поменьше для того, чтобы увидеть. Вот он зеленым загорается. Также он загорается, да, при сбросе. Если зажимаем кнопку сзади, вот я ее зажал, покажу. Да, вот она загорелась другим цветом. Все другим, она больше никаким не загорается. У кейса внутри есть вот такие вот обозначения и вот такие вот обозначения. Внутри контакты выглядят вот так вот и вот так. Надеюсь, это будет видно. Да, ну и здесь Lightning. Насчет беспроводной зарядки. Да, она работает. Не вижу смысла нести из другой комнаты, подключать, показывать. Ну, в общем, она работает и она есть. Рассмотрим тогда тоже максимально близко наушники. Контактная площадка. Вот так вот выглядит. Здесь какой-то вот заусенец. Ну, у Apple, наверное, такого не может быть. Заусенца. Но, однако, вот здесь это есть. Это самые лучшие. Это вот самые дорогие. Самая дорогая копия. В ней все работает, да. Снимаешь, вынимаешь. То есть, все это становится на паузу. Есть прозрачности. Есть все это регулирует. Сейчас я подключу к телефону и покажу. Здесь вот есть надпись вот такая. Здесь работает с давливанием. Все это хорошо. Все вот в точности. В точности. Ну, что ж, пора его тогда подключить. И, к счастью, здесь все работает идеально. Да, с iPhone просто супер. Он уже был подключен. Эти наушники я их отключал. Заново подключал. Так, удерживайте кнопку. Удерживаем. На тыльной стороне подключение. Кнопку я уже отпустил. Отпустил. Давайте, давайте. О, тут все у нас. Управление мультимедиа. Надо сделать то-то и то-то. Ну, я думаю, что все знают, как это работает. Как, чего, куда нажимается. Ну, ладно. Давайте полюбуемся на эту анимацию. Готово. Кейс у нас 58%. Наушники 100%. Непонятно, что 100% каждый. Я, кстати говоря, не знаю, как должно выглядеть. Должны они каждый показан быть по отдельности заряд или нет. Вот мне интересно. Ну, я сразу скажу, что не знаком, как должно быть. Но пусть будет готово. Замечательно. Так, сейчас я их немного послушаю, чтобы было что сказать. Так, как они звучат. Как они звучат. Значит, при нормальной... Чего так сразу заиграли. В общем, частоты максимально срезанные. Что по верху, что по низу. На самом деле и бас есть, и высокие. Но они все вот так вот срезаны. Как бы мне это объяснить. Я, наверное, попробую при монтаже включить какую-нибудь музыку. Например, вот как сейчас. А теперь я эту музыку обработаю примерно так, как я ее слушаю в этих наушниках. И попробую ее запустить. И станет понятно, каких частот не хватает. А в принципе не хватает и высоких, и низких. То есть вот в оригинале нормально звучит. В этих наушниках немножечко по-другому. Так, теперь по прозрачности хочется сказать. Вот это дело, оно реально все работает. Шумоподавление, да, кое-что у нас гасится. Прозрачность. Я реально слышу все, что происходит практически. Ну, практически все. Включая шумы, какие-то вентиляторы. Вот у меня на заднем плане у меня стоит компьютер жены, компьютер свой. И в принципе я их слышу. Да, все это можно выключить. И как будто бы просто два куска пластика. Ну, кстати, звука, как это сказать, звукоизоляция, да, с помощью этих амбушюр стандартных, в принципе, очень даже неплохая. Да, ну и шумоподавление все равно оно. Оно включается, да, оно отсеивает те шумы, которые есть вот посторонние. Вот услышал, опять-таки те же вентиляторы. Да, все это работает. Теперь, сейчас я это все выключу. Отслеживание головы. Сейчас попробуем это дело. Так, теперь что сказать по вот этой функции, которая стерео в пространственном режиме. Значит, если включаем, выключено. Да, у нас все, обычная музыка, как будто бы в стерео режиме. А если включаем сюда, происходит расширение стереобазы. Да, немного интереснее слушать, но более ничего, ничего не происходит. Даже переключаясь между вот этими режимами, в принципе, ничего не происходит. Но, если мы включаем и выключаем, то звук, кстати говоря, интереснее, если включен вот этот режим. Он реально интереснее. Так что, можно сказать, что все работает и реально это лучшая копия. Но, я не знаю, как вот на самом деле. Да, ну и, конечно, вот ставится на паузу. Да, вот сейчас видим. Кстати говоря, снова пошли играть почему-то. Непонятно. Да, так себе звучок. Да, действительно, ну вот на бингфлете так вообще ничего не слышно. Ну, тех звуков, к которым привык за столько лет прослушивания, этих звуков нет. Ни на верхах, ни внизу. Сейчас я попробую подключить наушники вот эти и попробую сравнить с ними. Да, кстати, насчет батареи. Батареи, давай, 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 где всплывашка, где всплывашка. На всплывающем окне иногда показывается батарея, уровень батареи, заряда каждого наушника. О, появилось. Левый 94%, правый 100%, кейс 59%. Ну, ладно, годится даже, если вот так вот, то как бы оно работает. Ну, в общем, да, конечно, в сравнении с этими наушниками Huawei FreeBuds Pro здесь, конечно, слышны любимые, знакомые из детства звуки, которые есть в этих композициях. Ну, вот, в частности, я все проверяю на одной и той же. Но когда ты ее знаешь, понимаешь, когда ты ее слушаешь каждый день, ты знаешь каждый звук, каждый звук. Я еще слушал ее на бобинных магнитофонах, там Мастера, по-моему, какая-то. Потом Алим был, потом какая-то Вега 120, потом Арель 101 я себе купил. Потом уже компакт-диски пошли, там уже открылись новые звуки, потом усилитель, потом колонки, потом все это вот. И когда ты ее слушаешь каждый день и за дня в день, ну, понятно, что не каждый день будешь Pink Floyd слушать, несмотря на то, что это классика любимая. В общем, ты знаешь каждый звук, и я могу сказать, что я его знаю, да. И даже после ремастеринга открываются, вот перезаписали эту композицию, выпустили ее там в хорошем, шикарном качестве. А, по-моему, с одной песнью весит 100 мегабайт, 100 мегабайт, да, по-моему, флаг, но не помню. Понятно, что ты кое-что. Так, что-то я сильно разговаривался. В общем, музыка это музыка, да, и прослушивание это вообще все это очень дело такое, очень личное, очень субъективное и воспринимаемое относительно каких-то своих эмоций и своего личного, наверное, восприятия. Все же мы люди, все же мы люди разные. И каждый воспринимает на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Ну, в общем, вот эти вот наушники, да. Так что я хотел сказать-то, посыл-то основной. Основной посыл, значит, да. А в любом случае эти наушники, они продаются на Авито, они продаются там где-то еще на рынках. Но в основном, да, не на Авито по объявлениям. Потому что их реально покупают. Я думаю, вот за что их покупают, и я проверю, и он мне сказал, продавец, мы с ним знакомы, там, пару десятков, может быть, лет. Он сказал, что вот это вот лучшее. Ну, не знаю. За эти деньги, наверное, все-таки можно взять. Пусть это будет без шумодава, но что-то будет звучать. Здесь звука этого нет. Хотя они, кстати, громкие. Они громкие, но зарезанные. Так вот, да, по поводу того, что они продаются. Значит, человек, когда их надевает, начинаешь их носить, вроде как слушать, не нравится, не нравится. Но ты вот прошел в них минут 10-15, и начинаешь привыкать, и все, тебя начинает устраивать. И все, в них хорошо. И уже обратно. Он говорит, хочешь вернуть обратно? Вот некоторые там говорят, что вот плохие наушники. Он говорит, даже хотят вернуть, но не возвращают. Почему? Неплохие. За свои деньги очень даже неплохие. Так говорят покупатели. Это не я говорю. А я говорю, что за эти деньги можно купить лучше. Мой посыл, в общем, в целом был вот именно такой. Если кому-то это было интересно, пожалуйста, поставьте лайк. Если это было очень нудно, обязательно ставьте дизлайки, пишите об этом в комментарии. Я комментарии стараюсь не удалять, даже практически всякие оскорбительные. Даже с просьбами больше не снимать. На этом, пожалуй, все. Я всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok